Это что я? А с какой стороны? Затоять и суть? Это я, да еще. Вот тут, а в эту дырочку? А что в дырочку? Вот сарай был покрытый обычным профлистом, что раньше продавали по два метра. Что? Что ты кажешь, Сань? Ничего. А что не кажешь? Думаю, что надо продевать, тут же с погодом. Я сейчас покажу, как оно было. И вопросы, что крысы съедают, мишатник. Ну, смотрите, сколько лет, почти 10 лет был укритый. Вот дырочка одна прогрызана мишка. И там, и на днах. Ну, не скажешь, что прямо погрызано мишами. Нема такого. Ось, это 10 лет, тут почти 10 лет кто их был. То кури были, то свиньи были. Ну, такое. Надо посмотреть, в каком году мы его построили. Сейчас поднимемся. Ну, короче, разбираем. И тут, бачите, шальовки у нас тогда не было. Был в наличии вот таких брусок. И мы брус покрутили вместо шальовки. И нормально служил проблемным. Ну, выгорел, правда. Ну, оно же из дешевых этих. Ты саморезы в баночку, да, Сань? Да. Сейчас меньше саморезы дорогие. Да, дорогие по 5 гривен. Вот тоже. Из резиновой шляпочки 5 гривен. Да, выбрасывать. Да. Что, принимать? Да. Иду. О, сейчас дело пойдет. Саме-саме дешево. Все уже. Дешевше ничего не было. Я уже все обмонитировал, все узнал. Саме дешево, дивиться, как. Это по моему подсчету. Саме дешево аккуратно разобрать. Цей газоблочный сарай, он у нас 6 метров. И если, допустим, аккуратно он разберется, заказать шлакоблок и новый сарай сделать, допустим, 6 метров 20 метров шлакоблока, а потом стрелять газоблок. И будет 2,10 метров. Потом сверху армопояс и став стропильную систему и вкривай крышу. Это самое-саме-саме дешево будет. Но мы пока не знаем, как у нас пойдет газоблок разбираться. Чи легенько он разберется, почистится. Будем стараться, чтобы легенько. Потому что, ну, сами пока не знаем. И вот это, как начнем разбирать газоблок, если сохраним его максимально, тогда я уже буду считать точно, сколько штучно мне надо шлакоблок. Я буду звонить, заказывать шлакоблок, чтобы привезли. Вот это самое-саме дешево. Тут атакой работы особо нема. Ну, выкопаем экскаватор, мы сделаем опалубки, зальем, миксер привезли, зальем, допустим, бетон. И дальше уже гнать будем стени. Ну, плиты кинем краном, кинем плиты и дальше стени. Стени мы вдвох выгоним свободно. Саня станет я и по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Ну, сколько там, я думаю, за какую-то неделю. Богдан же помогает. Не, за какую-то неделю больше поможем. Так же, мы не сами саня работаем. Работает Саня, Богдан, мой сын, и я на подхвате у них. Ну, я, когда есть время, как не занятый. То я там своя работаю, то кормовую базу, то это, то все. А так вообще тут они разбирают. Сейчас просто Богдан пішел обедать. Он уже пообедал, а он после нас побег. Так что, то так. И какие еще вопросы? Работал все с газоблока. Газоблок, я вам скажу, 150 гривен штучка. Мне надо их тут... Мы считали, сколько? 14? На 50 тысяч. На 50 тысяч гривен. Это надо мне набрать минимум. Это самого дешевого. На 50 тысяч гривен газоблока. А если я так, как я говорю, вот это аккуратно мы разберем. И купим только швакоблока. Выйдет 13 тысяч гривен. И все, и стены стоять. Мы потратим только 13 тысяч гривен. Ну не 50 там с чем-то с хвостом. Вот я за что. Мы тут минимум, чтобы не дуже жоркошеливаться. Скоро зерновая группа будет. Скоро просто зерно будет. И мы с деньгами хватили уже и на кормовую базу, чтобы купить корма. Мы убрали эти катяшки, поподсипали там на дороге до ямки, которые у нас были за заездом. Кирпич выложили, но это вы видели. И все. А это такое, что бетон не остался. Мы его подрываем, потому что кирпич это тяжелый, где его не видишь. Может потом рейнем вот так чуть-чуть, а потом выбираем и все. Это будем уже рушить. А это, смотрите, сарай простой, в 10 лет без фундамента. Ну залита плита. Вот, вы видите, плита нетовщая. Сантиметров 10. Вона, если я не ошибаюсь, залита на пенопласт и на пленку. И простоила сколько год ничего. Это единственное, трещину тут отдало. Боря, как были тут акуры, Боря вырыг здоровую яму, чтобы до курей достать. Помнишь его? Вот тут опять сарай. Он постоянно рыв. Да, и треснул сарай. Ну, он где-то с плитой подрыв, чтобы она вытянул песок. И также насчет навозной ванны. Вот мне говорят, как скалатор, чтобы выкопал траншею, типа по периметру, аккуратно, ровно. Вы ее залите бетоном. А потом, как бетон складывается, вот эту серединку, чтобы выбрать, и все. И не надо опалубки делать ничего. Так не выйдет. Объясню, чего. У нас тут песчана поверхность, ну, песок. И вильняк будет копать, воно все равно поваливается. Воно ровно не будет. Воно будет такое, что попало будет. Мы то, как будем копать, я думаю, сниму и покажу вам. Ну, не выйдет так. Надо выкапывать вот ровненько стараться и делать вот мост. А так не выйдет. Конечно, был бы хорошо вырыв. Павлобок без ничего взял залив, а потом выбрал середину. Саня, а где эта кувала? Думаю, где я идти? Вроде бы бумага. А кувал на меня. А что ты хочешь? Ничего, гроби. Ну, что ты хочешь? Я наверху. Нет, я тебе верх не трогаю. Чего ты? Верх я не трогаю. Треба шестерку разбирать. Кого? Стерку. Какой шестер? А тут. А, ты попробуй, мамач? Ну да. Нет, я векно хочу аккуратно попробовать. Одно и то же самое. Одно и то же самое, правильно? Воно рухнет. Векно! Вот то же векно идешь, я с реконструкцией. Так гляньте наверху, а тут штабики. Ну так и что, и сколько в год прослужил? Как вы его зашивали, я не знаю. Ось, давай покажем их в каком году мы строили. Ага, Артем, Стас, Владя, 2014 год. А сейчас 2023. Девять. Девять год. А девять год. А, Саня, воно пиде легко. Я знаю. А, о, так вот так и получается и сохраним. Вот эту, эту. Вот эту, эту. Легко пиде. Легко пиде. Легко пиде. Легко пиде. Оно забыто было. Всё, теперь следующее. Легко пиде. А? Сулку уберем. Та я аккуратно. Друзья, я попробовал шоу ударить, воно прям лепешкой отсваивается. Ну да? Получается, что... Не смеши пока, справимся. Ну, векна тоже, может, куда підуть. Чи ты вот так строитимыся раз. Два векна. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Ти ж ж вижу. Ласточки летают низко, да? Они пластиковые. И так же, друзья, Саня спела про ласточки песню. Главная ситуация позавчора, да, Саня, чи вчора? Вчора. Вчора утром, да. Вчора утром. У нас тута, где мы седим кофе пьем, під навесом. Ну, в бойне, так сказать. Там гнездо вверху. Ласточка привела. Четыре птиньця было, да? И все нормально. Кормила их все. Вони вилупились. И Саня вчора утром приходит. Гнездо упало, отловилось. Дві ласточки, ну, в котях, а дві живі. Він взяв ці дві живі. Положив їх туди на пліти. Пришла Віка. Їм сонце пекло. Заховала їх туди в бревнишки. Та ж їхня мамка літала-літала, і то вже все. Вона до них. Да. И Віка начала їх кормити шприцем воду. И я їм виділив стартовий корм для поросят. Гранулы. И сейчас, короче, ці ласточки. Пипетки. Пипетки. Ну, шприц. Пинцета дає гранулы. Вони ж думают, що дзьобики їсть гранулы. А шприцем воду п'є. И сейчас ці дві, ці два птинца у нас у хаті. Вона, тільки ми заходимо в хату. Вони бачать, що хтось зайшов в хату. В перший коридор світ включається. Зразу дзьоби відкривають і кричать. І в нас зараз ласточки в хаті. Сашко наградив, що, короче, постійно вони кричать і їсти хочуть. Вони не сплять. Ну, була сплять. Ну, ночі вони походу не їдять. Вони сплять. Ні, не їдять. Спали. Спали. Темно. Вони сплять. Пельоночки не їдять. Гнездо відвалилось чи слабеньке було, чи що. Ну, їдять стартовий корм для поросят отлично. І дивлюсь по носу нема. Таких хороших гугльків у них. Тобто стартовий корм іде отлично. Ну, подивимось, що буде далі. Якщо що, я думаю, це вони ж по хаті скоро літатимуть. Ну, ждатимуть, що... Ну, походу, так, так? Короче, друзі, все. Ждемо, як розбиратиметься газоблок. Я думаю, ми вже завтра вам покажемо. Зараз ми максимально це розберемо. Зараз Бодя вийде і будемо знімати Саня до розкручу. Він листок до розкручу. Будемо розбирати брус. Ну, а потім подивимося, як буде йти далі. Давайте я вам покажу, куди я перевів тюльпана. Бо всі спрашивають, де тоді тюльпан. Пошліть, я покажу тюльпана. Бо написали тюльпана, типо загороду розібрали. А де сам тюльпан, неізвісно. Зараз вам покажу. Оці ось усі листи ми тут збираємо. І потім я підніму наверх і там їх поскладуємо. І треба буде так десь щось підшити. Я їх оттуда буду брати. Поросят я вам покажу, просто не хочу їх беспокоїть. У них же і так стрес був. Ну, нормально, їдять все хорошо. Щас покажу вам тюльпана. Поступаємо. Тюльпанчик, можна до вас? Тюльпанчик, можна до вас? Тюльпашка. Значить, по тюльпану. Що ми хотіли? Тюльпанчик, давай побалю. Я хотів їм сюди поставити кормушку приварити. Потім подумав. Ну, вона йому мішає, там ще ногу поламати, чи що. Я йому насыпаю сюди вуголок. І нормально їсть. А воду оттуда переніс поївку. З той загороди, де я був. І ось поставив отут її. Повищуємо. А так для поросят відсадянин. І він воду п'є, і все нормально. Тюльпанчик. Так, тюльпанчик? Тюльпанчик. Вставай, смей, малий. Вставай. У вас вже вида цілий кисок. Вставай. Покушаємо, добре. Насипаємо йому утром. І вечером. Я думаю, утром насипався. Сьогодні він ще й не понів. Ну, може, давайте поїсти. Також повісив сюди, проти тюльпана, дві оцих мухололки. Щоб тюльпана, не комарі, не мухи, не безпокурок. Так, йому тут не жарко, добре, і двері закриваємо, щоб мухи не було. Бо він там був, двері все время були відкриті в тому сарайчикі. Він був покусаний, то мухи, комарі його кусали. А зараз, оце він так. Щось я зайду, його потревожу трошки. Тюльпанчик, давай. Вставай. Вставай, тюльпан. Ух, ти ж. Ух, ти ж. Звук. Не хоче, вставай. Вставай. Та хай, так. Вообще, як я тут, як Ворошилу. Не хоче, ним вставать не до нічого. Це можна осіння. Сів, тюльпана. І газету читайте. А скоро девять місяців уже, да? Да, це виходить було восім. Тридцатого буде девять місяців. Ось так. Девять, десять. Ще три з половиною місяця тобі, тюльпан. До годика. Здоровий. Здоровий, да. Ну, щас. Не знаю, скільки в нём кілограм. Як ти думаєш? Ціну 250. 250. Ну, да. Що більше 200 – це сто процентів. Ну, интересно, скільки буде в год. Вот мені интересно, буде 300 кілограм, чи не буде 300 кілограм. Вот просто ради интереса, буде чи не буде. Я вже думаю, може мені його не в сентябрі різати, не як йому буде. А туди, під Новий год, буде год і три місяця. Дивись, слухає яє. Чи може одразу його зарізати? Чи може взагалі не буде його різати? Слухає. 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 А як я тебе сказав, не різати, одразу перестав жувати, да? Чинпан. Да. Да, так, так. Спокойний, да? Топякувачка. Давай почухаюся, давай. Давай почухайся. Вот дивисься, якась здорова, ну сама побей. Кабанёра из дороги, а у него маленькая голова, если вот так вот чахнуть его, ну килограмм всем, то и всё от чего хормирую, вот таким мне свиньи не очень нравится, маленькая голова, а сама, ну что я кажусь, может быть больше. Малый, вставай, давай тебе покажем людям, вставай. Ну а это наивца не хочет спать, он свободный, как этот, сейчас он доедет, вечером буду заходить, буду бегать, вчера бегал, я, Саня, Рика, он на радостях по клетке бегал, я чего, ему тут и клетка намного больше, я думаю, ну его эти корито ставить, я хотелось, и на готовый уже корито, вход, вот, ось это, и думал, ему приварить или прикрутить пока временно, а потом думаю, так, чи будет бегать, уже бывает скакая, так хорошее у него настроение. Я хотел сюда поставить, ну, в этом районе, потом думаю, там, а потом думаю, там еще ногу поломает, будет скакать, он же такой скаковитый. Бачите, как он спокойно, а это его ничего не тревожит. Да, типа, и муха нема его, и не жарко. Вот это, как тут много поросят, а такие потолки, тут душно, ну так, конечно, как он один, то ничего. Вот так. Как в трехкомнатной квартире. Да, как квартирка им тута. Вот это у нас сарайка для отъема, а это у нас так забрали, тута чуть-чуть подняли. Сейчас-то у нас, конечно, теперь там. На, на той стороне. Я так, я свет оставляю, типа, как ночник. У меня ночничка немае. Ну, это не сейчас именно днем, а на ночь. Вот тут оставляю, чтобы тим светило, малым, чтобы они ночью тоже делали. Ну, там. Ну, и тюльпану не темно, Богу, не страшно, да, тюльпан? Чтобы не боялся, ведь же тоже, может, ночью сам что-то загудило, там он боится. А так теперь, так все равно он подслухает. А так мы же ходим, что-то делаем, на ошном постоянно лисит. Да, скоро девять месяцев. Вот так. Саня уже, ну, лисок тянет. И также давайте спросим у Саню, вот вы пишете, что я ему не даю рукавиц. Пошли спросим за рукавицей. Сейчас я возьму рукавицы. А зачем ему рукавицы? Ой, смотри, чтобы вы мне не показали. Не казались. Саня, на рукавицы. А зачем? А ты еще в зимний пронис. Ты же и натикаете. Люди пишут, что ты делаешь без рукавицей, что я тебе не даю рукавиц. Это в родине, глядь, за 20 минут. Чего? В зимний пронис. Вот, видите, вот лежат рукавицы. Есть и вот такие тряпчане, и такие. И он не любил рукавицы. Он говорит, что я не люблю рукавицы. Так что, друзья, вот так. Ну что, тогда мы дорозбираем это все. Ну, чтобы снимать брус, чтобы глаз попал. Снимем брус. И тогда вам обязательно покажем, как будет идти шлакоблок. Ой, газоблок. Давай я, Санька. Да я, видимо, что я. Он же нахожу. И все вам тогда расскажем, покажем. Сашка не заставишь одевать рукавицы. Все, что похолодало, это он что-то не одел. Так бы сейчас в шортиках отобегал. У него свое, так что я и не лизу туда. Он говорит, что ты лизешь, мне рассказываешь, не надо этот. Он приват дав рукавицы. Вы мне каждый ролик пишете, дай ему рукавицы. На, Сань. Не, вот ты просто. Вы мне каждый, дай рукавицы. На. Приколки, они. Они валялись там уже в пів года. Правильно, лежать ты, чтобы идти, ось, дивиться. Дивите, вот вы кажете. Ну, ходи в них, а крепчанец снимай. Ну, там у них все лучше. Ну, а я же не снимаю тряпчанец. И руки сухие. И руки сухие в теплі. В теплі. И бабки все там. И бабки все там. Ну, а не хочет. Ну, давай ты такие тряпочные дам. А не надо, я же без них куплю. Вин, бачите, он не робив них. Я не ощущаю материал. Я не чувствую тогда, воно ему надо чувствовать все, а він не ощущается. Так что, друзья, всем спасибо за внимание. И всем, что, Саня? Пока. Пока.